Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на проекте Страна говорит. Любое общество считается настолько цивилизованным, насколько хорошо оно заботится о людях, нуждающихся в нашей поддержке и защите. Сегодня мы поговорим о тех мерах, которые системно принимаются в нашей стране для людей с ограниченными возможностями, а заодно вспомним тех спортивных дельцов, которые эти незыблемые законы милосердия и человечности ставят ниже выгодной сиюминутной политической конъюнктуры. Николай Николаевич, в этом году наша паралимпийская сборная в последний момент была отстранена от паралимпиады в Пекине, отстранена по надуманным абсолютно причинам нарушения международных правил и норм. Но, похоже, нашим злопыхателям этого показалось мало. И 16 ноября международный паралимпийский комитет принял решение о приостановлении членства нашей страны в организации. Как можно назвать это решение? Кому оно сегодня выгодно и какие преследуют цели? Я думаю, что все знакомы с этой уже длящейся 9 месяцев истории, когда против спортсменов Беларуси были введены рестрикции, санкции, касающиеся отстранения их от участия в международных соревнованиях. Все началось с зимних паралимпийских игр в Пекине. По надуманным действительно причинам, связанным, естественно, с российско-украинским конфликтом, наша делегация была отстранена от участия в этих крупнейших соревнованиях. Ребята готовились 4 года, положили много физических, моральных сил для того, чтобы подготовиться и порадовать болельщиков всего мира своими достижениями, своим высоким спортивным мастерством. Действительно, это была тяжелейшая, наверное, моральная травма в первую очередь для ребят и тренеров. Мы как-то спокойнее к этому отнеслись, но это действительно все труды пошли на смарку. Основной причиной, которая ставилась в вину в первый день, это, ну, естественно, было обвинение в адрес нашего правительства о несоблюдении так называемого Олимпийского перемирия. Мы знаем, что Олимпийское перемирие было продекларировано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и носит такой рекомендательный характер, как большинство резолюций ООН принимаемых, которые применимы только к действиям правительства. Мы являемся общественным объединением, неправительственной организацией, мы не члены ООН, поэтому я не знаю, как можно было применять в отношении даже нашей спортивной делегации и тем более спортсменам вот эти требования в нарушении Олимпийского перемирия. Кому выгодна эта ситуация и преследует цели? Зачем это делается? Ну, я не думаю, что там какие-то конъюнктурные кто-то цели преследует в плане того, чтобы избавиться, естественно, от ведущих спортсменов, но подоплека тоже под этим есть, поскольку наши и российские спортсмены на первых ролях находятся именно в зимних видах спорта. Вот, летних россияне, естественно, они фаворитами во многих видах и во многих дисциплинах являются, поэтому, может быть, одна из причин была убрать конкурентов. Вот, с нашей точки зрения, со спортивной точки зрения, мы считаем это тоже неприемлемым, поскольку, вот, особенно в зимних видах спорта, я не считаю, что там действительно это настоящие паралимпийские игры, и если будут проводиться чемпионаты мира без участия наших и российских паралимпийцев, конкуренция там, ну, мягко говоря, средняя, так не будем уже умалять достоинства остальных спортсменов, других государств. Вот, поэтому одна из причин могла быть устранение, ну, вот, конкурентов, чисто спортивных конкурентов. Естественно, находясь тогда еще в Пекине, я попытался сделать какое-то заявление, хотя меня каким-то образом пытали принуждать сделать, как бы, политическое заявление, обвинить наше государство в том, что оно оказало содействие в начале вот этой специальной военной операции. Вот, ну, естественно, я ответил, что я не являюсь ни дипломатом, ни представителем миссии. Моя функция есть обеспечить размещение, участие, питание команды и достойное выступление на соревнованиях. Вот, поэтому, наверное, это каким-то образом может быть из отдела исполкома Международного паралимпийского комитета, поскольку в первый день еще после вот уже таких нескольких дней, там, скажем, и самой операции все ожидали, как сложится судьба украинской команды. Ну, команда уже приехала, появилась в деревне, уже, и мы считали, что уже решена практически вся проблема. Давай сейчас соревноваться, зачем сейчас подводить какую-то политику. Но нас не услышали. И посчитали, что наше присутствие, российское присутствие будет только усугублять напряжение, напряженность в паралимпийской деревне, в отношениях между командами. Хотя этого абсолютно не было. Ни один член Международного паралимпийского комитета, исполкомный Международный паралимпийский комитет не находился. Вот мы были, ну, я лично, я пробовал там 10 дней, никого не было в паралимпийской деревне. Поэтому судить там по чьим-то домыслам, разговорам о том, что ситуация была напряжена и что присутствие нашу усугубляло вот эту напряженность, конечно, не было абсолютно никаких оснований. То есть эти меры и решения 100% ангажированы? Абсолютно верно. Все было, конечно, построено не настолько на обвинениях, на претензиях, скажем, Украинского паралимпийского комитета. Выступление было созвано полуподпольным, мы ее назвали, пресс-конференцией президентом паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем, на которую, естественно, он говорил, только давил на вот эти больные точки, то, что это действительно война, мы все, мы сразу признали, что мы все стоим за мир, мы все против того, чтобы применять какие-то военные способы регулирования конфликтов межгосударственных, межнациональных, но он начал рисовать ужасы войны, были, я думаю, что в первые дни их там таких не было, как он добирался, он сам инвалид, он на коляске ездит, вот поэтому он начал живописать, как он ехал из Киева в Винницу, потом из Винницы во Львов, под разрывами бомб, этого, естественно, ничего, еще в первые дни, мы сами знаем, у всех свидетелей не было, вот поэтому нас не пригласили, нас вот, и сложилось сходу с первого дня вот такое, что ли, отношение наши с международным паралимпийским комитетом слушают и прислушаются только к украинской стороне, но ни нас, ни россиян не выслушали, поэтому, хотя первое решение было самым разумным, я считаю, в тот момент, да, должен был международный паралимпийский комитет как-то отреагировать, и было принято разумное решение, что разрешить нами, россиянам, участвовать только без символики, без надписей всех в статусе нейтральных спортсменов под эгидой Международного паралимпийского комитета. В случае победы на педестале награждения, но флаг бы поднимался Международного паралимпийского комитета, то есть это было разумное решение. Но через, там, даже 16, наверное, часов или 14 прошло, все переменилось на 180 градусов. Ну, я думаю, на президента Международного паралимпийского комитета Эндре Парсенса было оказано определенное жесточайшее давление, и он, находясь там как бы в одиночестве, поскольку весь исполком в основном, как мы говорим, англоговорящая группировка, представители Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Новозеландии, итальянец один есть, ну, итальянцы как раз нормально, они нас поддерживали, там, по крайней мере, морально был дух хороший, вот мы абсолютно лукап панкали, вот, президент паралимпийского комитета Италии, действительно, они нас поддерживали, поэтому он не выдержал, мне кажется. Не выдержал давление. Не выдержал давление президента, хотя за ним должно было быть последнее слово, я считаю, потому что после первого вот этого принятия решения, когда нам разрешили выступать в статусе, он тоже собрал пресс-конференцию сначала для журналистов, для президента, генеральных секретарей паралимпийского комитета, потом для шефов миссии на следующий день, и он четко обосновывал, потому что все давили, нарушили Конституцию. Что нарушили? Мы спортивная, так сказать, составляющая всего... Да, ответа мы не получили. Не получили. Коллеги, что вы думаете об этих далеких от спорта действиях? Я думаю, что, вы знаете, вот уже последние 8 лет я тесно, моя жизнь так сложилась, что, наверное, выдано по судьбе счастье заниматься своей жизнью, в принципе, жить совместно с детками-инвалидами в нашей стране. Я украинка, да, я одесситка, и, конечно, мне с болью было принимать даже то, что наши мои, мои земляки были инициатором, потому что я, как никто, знаю всю эту ситуацию. И, конечно же, невозможно вообще в принципе, чтобы жизнь была построена на эмоциях некоторых людей отдельных, взятых, да, и решить судьбу наших детей, детей, наших деток с особенностями, достигать свои цели. Ведь наши дети, это будущее нашей паралимпийской команды, это дети, которые своей жизнью, они показывают, что достигая своих вершин, они достигают своих вершин своей жизнью, еще не только. И то, что делается в нашем государстве, то, что есть возможность нам, людям, просто созертать их победы, и тем более для наших детей, для нашей молодежи, это такой задор применить себя, то есть их видеть целую мотивацию к жизни, мотивацию к достижениям. И, ну, мне кажется, вот в центре у нас буквально с первых дней просто все мои дети, которые сейчас проходят на реабилитации, и родители, они очень возмущены этим. И мы запустили такой челленджинг. Мы всех спрашиваем вас, взрослых, тех людей, которые принимали решения, принимают сейчас, почему? Мы создали такой ролик, и по всей стране везде у нас идут такие челленджи. Почему? Почему вы это сделали? Почему вы лишили нас реализовать свои мечты и стать на пьедесталы побед? Почему? Вот мы задаем вопрос им. Почему? И мы готовим это обращение. Я думаю, что пусть они тогда ответят, те люди взрослые, те люди, которые лишают наших детей, детей с инвалидностью достижения цели и будущего, пусть они ответят. Почему? Добрый день, уважаемые коллеги. Наше предприятие очень активно сотрудничает с нашими паралимпийцами в плане подготовки и к спортивным соревнованиям. Мы изготавливаем специальное спортивное снаряжение. В частности, недавно мы изготовили две коляски. Одна коляска инвалидная для занятий фехтованием, вторая для занятий баскетболом. Эти изделия были опробированы. И надеемся, что спортсмены наши будут их заказывать. Более того, для участия наших паралимпийцев мы изготавливаем по их чертежам спортивные снаряды. В частности, был изготовлен спортивный снаряд для Александра Трипути, к сожалению, которого с нами уже нет, на котором он выиграл бронзовую медаль до страны. И когда мы видим, как эти люди тренируются, мы видим задор в глазах, мы видим желание, мы видим, какую боль они порой переносят, тренируясь. И потом вот так вот одним решением их лишить права участвовать в спортивных соревнованиях. Но, по крайней мере, это нечестно и несправедливо. Такая позиция у нас. Николай Николаевич, всех волнует такой вопрос. Последуют какие-то ответные действия на это незаконное решение вообще были в мировой практике паралимпийского движения? Ну, такие прецеденты, схожие по уровню цинизма. Я подробно не скажу. Что касается решений, значит, единственное, наверное, в истории мы все знаем, свидетели того, что когда была осуждена политика портреида в Южноафриканской республике, вот они тогда тоже олимпийцы, паралимпийцы были на два цикла отстранены от участия и в олимпийских, и в паралимпийских играх. Потом, после избрания Нельсона Манделлы президентом, естественно, ситуация изменилась и все вернулось. Сейчас это второй случай. Даже из здоровых федераций, из олимпийских федераций, мы знаем, по крайней мере, я знаю два случая, где отстранены были россиянии, мы это Теннисная федерация, мы с Сергеем Алексеевичем Рутенко недавно тоже были на телевидении обсуждали эту проблему, а он еще бывший гонболист, и гонболь на это он еще добавил. Я как-то не нашел. И вот прецедент третий создали на примере паралимпийского комитета. Ну, наверное, не секрет, что международный паралимпийский комитет идет в фарватере всей этой политики, которую проводит международный олимпийский комитет. Если были объявлены санкции какие-то или необходимость введения санкций или отстранения белорусских и олимпийцев, от участия в олимпийских играх и во всех крупных международных соревнованиях, естественно, не действуют в том же русле, в той же политике. Поэтому мы, естественно, мы не стали ждать, когда все это регулируется самим собой. Вот, Виктория Николаевна свидетель, мы при поддержке государственных органов, они нам оказывают огромную методическую, вот, именно такую поддержку, и практическую тоже, вот, действительно, включились в эту активную борьбу. После, сразу после возвращения из Пекина, естественно, мы тут тоже провели несколько вот таких аналогичных мероприятий в виде пресс-конференции. Вот, состояло заседание Совета Министров, правительства тоже на уровне вице-премьера. Вот, и действительно были приняты решения, которые были направлены на то, чтобы предпринять определенные меры для защиты уже непосредственно чести и достоинства белорусских паралимпийцев. За это время мы уже, что сделали, мы вот с помощью тоже Министерства труда и социальной защиты организовали такое мероприятие, как обращение наших общественных объединений инвалидов. Также были обращения направлены в Комитет по правам человека, в Комитет по правам инвалидов, представительства. Это все было сделано. Было через наше Министерство иностранных дел направлено на заседание как раз Комитета по правам человека и по правам инвалидов, вернее, обращение нашей паралимпийской спортсменки Валентина Шиц в режиме видеоконференции. Но мы запись сделали, отправили туда, она там была представлена, как раз в ходе прямая трансляция была. То есть она обратилась ко всем участникам, всем с просьбой о поддержке и оказании какой-то, так сказать, помощи в том, чтобы вернуть паралимпийскую семью белорусских и российских спортсменов. Но тоже все осталось пока, по крайней мере, без капиталов. Но по факту этого крайнего решения, 16-го, какие действия от нас? Что касается вот этих уже решений, более радикальные, я считаю, что именно приостановка членства нашего паралимпийского комитета в МПК, мы уже тут же начали предпринимать какие-то действия. Вот уже в понедельник я отправил уже непосредственно официальную апелляцию, мы должны все исчерпать юридически имеющиеся возможности, чтобы уладить как-то этот конфликт. Поэтому у нас вот этот первый этап – это апелляция в МПК, так называемый апелляционный трибунал, их называется, я считаю, что это суд. Поэтому мы уже получили ответ, что наша апелляция принята, зарегистрирована, и согласно Конституции МПК, этот трибунал пока виртуально действует, но должен быть назначен председатель самого вот этой комиссии, она будет вначале, вот члены комиссии, мы имеем и право отвода, если нам кто-то не нравится состав этой комиссии. Вот сейчас, ну, надеемся, должны уже получить в ближайшее время непосредственно уже и регламент работы, как мы будем с ним работать дальше, как ИСЦИ и как ответчик будет с нами сотрудничать, не сотрудничать, не знаю, Международный паралимпийский комитет. Но надеемся, мы сейчас хотим, вот буквально сегодня, наверное, я займусь обратиться еще одно письмо, воззвание к Международному олимпийскому комитету непосредственно на имя президента Томаса Баха, написать тоже, чтобы все-таки пересмотрели вот именно вот эту претенцизиозную политику или отношения в отношении белорусов и россиян, и в частности паралимпийцев. Мы отвечаем, поскольку за паралимпийский вид спорта, поскольку все это пока надуманные причины, все это дискриминация, это основное, то, что нарушаются все принятые международные документы, начинает резолюция ООН, кончая Конституцию Международного паралимпийского комитета, то есть основа, это дискриминация, сейчас в данном случае по национальному признаку. Мы не виноваты, что у нас была эра. – Немножко, вот Николай Николаевич сказал, как много паралимпийский комитет сделал, вместе с тем Министерство труда тоже не остается в стороне. Наверное, все знают, на нашем сайте Минтруда и соцзащиты запущена акция «Нет двойным стандартом Конвенции о правах инвалидов». И, кроме того, министр труда и соцзащиты Ирина Анатольевна Костеевич выступила с видеообращением в поддержку паралимпийского комитета. Текст этого видеообращения также могут все услышать и увидеть на нашем сайте Минтруда и соцзащиты. Николай Николаевич, надуманная рестрикция, которую мы обсуждаем, введенная западными спортивными функционерами, не смогли сломать дух нашей паралимпийской команды, это отмечают все. Мы отлично выступили на играх, они назывались «Мы вместе» спорт летних и зимних, фантамансийский. В Сочи показали очень высокие результаты, привезли массу медалей и отлично позитивное настроение, задора. Что будет дальше? Понятно, как развивается ситуация. Как будем тренироваться, как будем заниматься, какие будут старты впереди? Как будем отстаивать честное имя Беларуси и наших спортсменов-паралимпийцев? От каждого спортсмена, члена нашей зимы по зимним видам спорта паралимпийской команды направили иски, не иски, заявления, они пока там называются, Европейский суд по правам человека, тоже ждем какой-то реакции. Ну и, естественно, все ждут с нетерпением или с тревогой, может быть, даже больше, когда все-таки регулируется как-то немножко, это политическая ситуация, и все вернутся к нормальной спортивной жизни. Но ребята не останавливаются. После завтра мы тоже собираемся провести, я не считаю, что это, наверное, праздник, день инвалидов, но я думаю, что это и есть свидетельство того, что заслуги и высокие идеалы и цели, которые ставят перед собой люди с инвалидностью, они вот таким образом учреждены, что ли, или отмечены путем учреждения вот этого Международного дня инвалидов. Поэтому мы тоже хотим собраться. Цель, конечно, всего этого нашего собрания будет для того, чтобы каким-то образом все-таки стимулировать ребят продолжать заниматься, поскольку все-таки, вот будучи в Берлине, я находился раз на этой чрезвычайной паралимпийской ассамблее, кулуарах, по крайней мере, везде идут разговоры, что, наверное, все-таки в отношении органов паралимпийского комитета, возможно, останутся санкции, а спортсменов надо допускать, потому что в свете того, что заявляет президент Международного олимпийского комитета, вот он на саммите G20 на Бали в Индонезии сказал, что если мы будем использовать спорт как только политическое оружие для того, чтобы разъединять наши страны, этого не должно быть. И все спортсмены должны участвовать, в том числе и из государств, конфликтующих или находящихся в состоянии войны. Но пока никак Международный паралимпийский комитет на это не реагирует. Вот. Был еще, наверное, в курсе дела, вот было в октябре месяце ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле, в Южной Корее. Там тоже прецедент, наверное, помните, был, когда выступал с докладом президент национально-олимпийского комитета России Позняков. Демонстративно датская делегация покинула зал заседания, но и с требованием потом, что опять отстранить от участия представителей Беларуси и России, но категорически президиум отказал. У нас, говорит, это не поле для рестайлинг политических, а у нас спортивный форум. Поэтому везде этот вопрос снимается. И мы надеемся тоже на положительное решение, что в конце концов и Международный паралимпийский комитет поймет, что действительно спорт – это средство, которое должно объединять, а не разъединять людей. И это средство, которое позволяет и самоутвердиться личности, потому что действительно люди имеют возможность и познакомиться с новыми друзьями, посетить весь мир. И показать, что мы действительно единая паралимпийская семья, мы братья по спорту. Поэтому давайте объединяться и показывать, демонстрировать всему миру, что только таким образом мы можем прекратить любое противостояние, любой конфликт и вернуться к нормальной мирной жизни. Мы привыкли, мы, белорусы, привыкли к тому, что наша паралимпийская сборная традиционно ходит в тройку. Наверное, лучше, я не ошибусь. На всех, конечно, крупных соревнованиях. Я тебе скажу, в мире. Мы привыкли, что у нас высокие результаты, что у нас отличные спортсмены. Многие из них известны далеко за пределами Беларуси. Какие меры предпринимаются государством сегодня, чтобы это было так? Я так понимаю, что паралимпийский спорт сегодня находится в центре внимания. Главы государства в Беларуси. Да. Ну, мы очень благодарны, что действительно не остались одни с этой проблемой наедине. А то, что государство и лично президент, глава нашего государства поддержали наш паралимпийский комитет. Было проведено масса очень полезных мероприятий для того, чтобы, во-первых, оповестить общественность о существующей проблеме. И для того, чтобы каким-то образом выразить вот эту нашу коллективную народную поддержку паралимпийскому спорту и паралимпийцам-спортсменам. И завтра тоже у нас состоится еще одна пресс-конференция. Мы будем уже непосредственно там более детально, наверное, обсуждать саму вот эту проблему введения санкций и последующие наши действия и мероприятия. Но я хочу сказать, что еще раз выразить благодарность всем и правительству, и государству нашему, законодательному органам власти, нашему парламенту. Мы тоже завтра идем к парламентам, тоже будет совместное заседание. Поэтому действительно нам очень-очень приятно. Ребята все тронуты. И я думаю, что это тоже один из стимулов будет для того, чтобы продолжать им заниматься. А возможностей действительно у нас хватает. Мы видим, что никого у нас есть. Национальная паралимпийская команда. Ребята 30, насколько там, 29 человек плюс 3 тренера стоят на ставках. То есть люди государством поддерживаются. И нормально поддерживаются. Хорошие зарплаты люди получают. То есть есть возможности. Они имеют возможность... Условия созданы. Условия созданы. Скажем, чтобы признать их заслуги, значит, они представляются к награждению, к наградам государственным, к присвоению почетных званий заслуженных мастеров, заслуженных тренеров. Вот поэтому и моральная поддержка, и материальная. Она просто неимоверная. Поэтому действительно, ребята должны сделать все возможное для того. Да. Я как представитель правления общественного объединения Белорусский детский фонд хотела бы заявить официально. Мы обратились к общественности и нашей страны, и в мировое сообщество о том, что молодые люди, дети с инвалидностью. В целом Белорусский детский фонд считает такое решение несправедлимым. И Белорусский детский фонд вместе с родителями и детьми инвалидами выражает свое несогласие с решением Международного паралимпийского комитета. Все вместе мы надеемся, что здравый смысл победит, и решение ограничивающей права людей с инвалидностью будет отменено. Мы подключились к этой акции все областные объединения нашего Белорусского детского фонда. Мы рядом, как и продолжаем традиции помощи, поддержки людей с инвалидностью в течение 35 лет, детей с инвалидностью, которые мы и делаем. Основная цель – помощь, поддержку. Поэтому мы стали рядом, и мы будем говорить о том, чтобы жизнь не была разменной монетой в политике. Спасибо. В Беларуси, если не ошибаюсь, более 500 тысяч людей живут с инвалидностью в той и иной форме. Как сегодня в целом в стране, вопрос важный, проблема непростая, как решается вопрос с безбарьерной средой? Сколько процентов, если так мы можем от 100 назвать, на сколько процентов она решена сегодня? И что входит сегодня в приоритеты по созданию безбарьерной среды? Вы правы. Более 500 тысяч человек с инвалидностью в нашей стране – это почти 6% от общего количества населения нашей страны. Вопросы по созданию безбарьерной среды на сегодняшний день, она уже называется не безбарьерной, обращу ваше внимание, а доступная среда. Доступная среда. Доступная среда, потому что все наше законодательство мы привели в соответствие с нормами конвенции о правах инвалидов. И данная норма закреплена в законе о правах инвалидов и их социальной интеграции, который принят в 30 июня этого года и вступит в силу с 6 января 2023 года. Поэтому с вами мы сегодня будем говорить о доступной среде. Насколько она доступна сегодня? Да, доступная среда. Вопросы о доступности объектов в нашей стране ведутся давно. С 2007 года. Вопросы ведутся поэтапно, потому что это очень затратная статья, очень дорогостоящие мероприятия. И ведется поэтапно. Потому что сами вы понимаете, чтобы для того, чтобы сделать доступную среду, надо привести в соответствие здания, либо какие-то сооружения, устроить пандус. А это капитальный ремонт. Это, соответственно, большие затраты. Поэтому с 2007 года вся эта работа выстроена системно в рамках государственных программ. В настоящее время у нас реализуется государственная программа социальная защита. Она включает две подпрограммы. Это социальное обслуживание, социальная поддержка и доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц. На реализацию этой программы до 2025 года запланировано более 4 миллиардов рублей. Цифра говорит сама за себя. А что уже сделано на сегодняшний день? 19% объектов от всего количества объектов социальной инфраструктуры полностью доступны для всех категорий инвалидов. Это и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, с интеллектуальными нарушениями. Более 70% объектов являются частично доступными. Объясню почему. До 2020 года в рамках реализации программ в основном акцент был на создании пандусов, поручней, то бишь тех элементов, которые необходимы для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И в стороне оставались люди с нарушением зрения, люди с нарушением слуха, с какими-то ментальными нервными нарушениями. Поэтому полностью с 2021 года поменялась концепция создания доступной среды. Сейчас доступная среда делается с учетом комплексного подхода для того, чтобы он был доступен для всех категорий инвалидов. Интересно, у нас сегодня есть представители Витебска, мы не можем не спросить, что делается в Витебске по созданию доступной среды. Я знаю, что у вас есть один интересный пилотный проект, о котором вы хотели нам рассказать. В Витебской области на 2022 год запланировано было 89 объектов оборудовать доступной средой с учетом комплексного подхода. По итогам 9 месяцев уже 80% у нас оборудовано объектов. Все объекты по заверению всех ведомств будут оборудованы на конец года. Кроме этого я хочу сказать, что, конечно, мы очень тесно работаем с общественными объединениями людей с инвалидностью в Витебской области. Те объекты, которые невозможно оборудовать доступной средой с учетом комплексного подхода, конечно же, мы используем все возможности государственного социального заказа. Вот, к примеру, мы с общественными объединениями людей с инвалидностью в Витебской области. Те здания, где проживают люди с инвалидностью, которые по техническим условиям невозможно сегодня оборудовать доступной средой, мы приобретаем гусеничные подъемники. И люди с инвалидностью также могут воспользоваться данной услугой, которую предоставляет территориальный центр и вместе с общественными объединениями людей с инвалидностью. О пилотном проекте, о котором вы говорите, мы открыли центр приема передачи информации от людей с инвалидностью по слуху, который работает круглосуточно в Витебской области. Мы распространили решением Витебского облсполкома работу данного центра на всю Витебскую область. С любой точки человек с инвалидностью по слуху может позвонить круглосуточно и в праздничные дни в этот центр и получить всю ту информацию, которая его интересует. Либо у людей случаются проблемы с инвалидностью по слуху, они их не могут решить с теми же службами, допустим, в ночное время, в дневное МЧС, то они имеют такую форму. То есть эта служба и эта организация дублируют их заказ и контролируют его исполнение? В этом смысле? Они пользуются жестовым языком. Смартфона? Да, да, да. Они могут позвонить в этот центр и объяснить на жестовом языке. Естественно, потом сотрудники центра связываются срочно с той службой, которая... И берут на себя реализацию этого заказа. Конечно, конечно. И оказываются действия. Кроме этого мы далее идем, что в этом году у нас по программе «Доступная среда» запланировано приобретение восьми планшетов для наших поликлиник города Википска, Полоцка, Новополоцка, города Орш и больших городов, чтобы люди с инвалидностью, которая приходит на прием, они могли сразу же воспользоваться планшетом, не у каждого есть смартфон. И сразу же связаться с центром приема передачи информации, которая тут же врачам разъясняет ту ситуацию, с которой пришел вот человек на прием. Интересно. Уже отмечено, что эта программа по созданию «Доступной среды» реализуется с 2007 года. Времени прошло довольно много, работа делается системно. Чтобы все понимали наши зрители, все-таки создание вот этой среды, это сегодня что? Это пандусы, это специальная тротуарная плитка. Что массово делается вот в райцентрах и в самом Википске, чтобы вы понимали? На практике реализация программы сегодня это что? Она говорит сама за себя, что с учетом комплексного подхода. Здесь сегодня это не может рассматриваться отдельно, если сделан только один пантус, либо тактильная плитка уложена, либо висит один информатор. Здесь должно быть все в комплексе. Есть у нас рекомендации методические, в которых конкретно прописано, что это 12 позиций, которые должны быть выполнены по оборудованию любого объекта на «Доступной среду». Вот я могу сегодня с уверенностью сказать, что 80% учреждений социального обслуживания территориальных центров социального обслуживания населения Википска области оборудованы «Доступной средой» с учетом комплексного подхода. Ну, этот подход – это что? Можно вот так вот назвать? Я хочу дополнить как раз вашу тему. Не все понимают, что такое, раз вы задаете такой вопрос, значит, не все понимают, что такое комплексный подход. Доступно, хочу сказать. В нашем законе о правах инвалидов целая глава посвящена доступности объектов в разных сферах. И для того, чтобы понять, что такое комплексный подход, то бишь все для всех доступно. Это и пандус-поручень для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Это широкие дверные проемы. Это пониженные бордюры с нарушением зрения. Это речевые информаторы. Это тактильные направляющие. Вы в городе видите желтую плитку, которая с направляющими, либо предупреждающая, рельефная такая плиточка. Для людей с нарушением слуха – это переводчики жестового языка, потому что это основная форма общения для того, чтобы понять, получить какую-то информацию. Для людей с интеллектуальными нарушениями могу сказать, что в нашем законе о правах инвалидов есть такое новое понятие ясный язык. Хочу отметить, что это направление, мы впереди планеты всей, во всяком случае, ни в одной стране СНГ нет такого понятия, как ясный язык. Значит, вся информация для людей с интеллектуальными нарушениями переводится на ясный язык для того, чтобы они понимали и могли общаться. Ну, приведу пример. Допустим, если меню в ресторане у нас написано там буквами, либо какими-то сложными там фразами или формулировками, то в переводе на ясный язык это просто картинки. Красивые, доступные картинки. Человек, придя в тот же ресторан, открывая меню, он вполне может указать на определенную картинку и официант ему принесет то блюдо, которое ему необходимо. Интересно, где тоже реализуются сегодня в Беларуси? Если есть такие. Я могу подтвердить, у нас в Витебской области реализуется данный также проект благотворительное общественное объединение Белобдимии в Аршанском районе. Значит, мы переводим тексты на ясный язык. Интересно. Вместе с, не только сотрудники переводят, а именно с людьми с инвалидностью, которые имеют интеллектуальное нарушение. Они являются экспертами. Экспертами, да. Люди, сами люди с инвалидностью являются экспертами. И главными тестировщиками. Неотъемлемым, так сказать, компонентом вот этой нашей доступной среды является транспортная инфраструктура. Посмотрите, что у нас, как все изменилось. Нескопольные автобусы. Абсолютно верно. Электробусы. Наши, вот мы проводили у нас несколько уже совместных мероприятий спортивных с россиянами. Люди приезжают из областных, из Сибаксара, из Ашкаралы. Они удивлены, что насколько мы можем обеспечить людей беспроблемным доступом, скажем, и возможность вернее добраться до любой точки к нашим городу. Я полностью вас поддерживаю в Викебске области по программе. Вот доступная среда. Было запланировано три купить автобуса низкопольных. Приобретено 40 в этом году. Отличная цифра. А в целом по стране у нас более 60% транспорта является уже низкопольным. Полностью доступным. И к концу 25-го года, это, надеюсь, мы полностью до 100%. Но мы надеемся. То, что хорошо инвалиду, тысячу раз полезно человеку здоровому. Да, конечно. Маме с коляской, например, не тянуть, там не поднимать на 10 ступеней. Так, доступная среда, она рассчитана не только для людей жить с инвалидностью. Конечно, да. В этом году активно обсуждался, вот летом особенно, закон о правах инвалидов и их социальный гарантик. Он вступит в силу у нас уже в начале следующего года. Хотел спросить у вас еще раз, какие новеллы, стали ключевыми, что они реально изменят с начала следующего года? Давайте проговорим еще эти моменты. Новелл очень много. Я о них уже неоднократно рассказывала. Это и введение новых понятий, таких которых раньше не было у нас. Это и привели в соответствие термин инвалид с конвенцией о правах инвалидов. Введено такое новое понятие, как абилитация. Его раньше не было у нас в законодательстве. Если реабилитация – это восстановление нарушенных функций, то абилитация – это приобретение новых навыков, которых у человека не было никогда. Вопрос дискриминации прав инвалидов тоже отдельной главой посвящена. Введено такое понятие в наше законодательство. Оно у нас было, существовало, вместе с тем это все структурировалось. И в закон о правах инвалидов о недискриминации по признаку инвалидности тоже прописана целая большая глава. Еще раз подчеркну, что вопрос о доступности объектов во всех сферах жизнедеятельности в законе у нас присутствует. И надо сказать, что о доступности, раз уже мы о ней начали говорить, в развитии закона о правах инвалидов. Уже в настоящее время постановлениями правительства принято ряд постановлений, где регламентируются правила доступности объектов. Это то, как должны обустраиваться все объекты и как государственные органы должны взаимодействовать с общественным объединением инвалидов, с местными органами власти, с иными организациями. Кроме того, у нас, как вы говорите, новое, да? Что новое? Мы идем по пути цифровизации. И поэтому принято еще одно постановление правительства. С 1 января 2025 года заработает автоматизированная информационная система по учету доступных объектов. Это будет база данных, которая будет доступна для всех людей в сети интернет. И размещаться эти данные будут на публичной кадастровой карте. Если вы сегодня в интернете забьете в адресной строке публичная кадастровая карта, вы увидите, что это такое. Это большое количество объектов. На этой карте много слоев. И на одном из слоев прописан объект, адрес его, все, что о нем есть. И вот на эту карту будет нанесено, как принцип светофора, желтый, красный, зеленый. Доступный, частично доступный, либо недоступный. С 2025 года заработает карта. Сегодня, с января 2023 года будет проводиться большая работа по созданию базы данных этой системы. В эту работу включены все, без исключения, органы и организации, государственные органы, частный сектор. Те организации социальной инфраструктуры, которые необходимы для инвалидов. Больницы, магазины, аптеки. Все свою информацию о доступности каждого своего объекта в эту базу данных будут включены. Отдельный разговор – это трудоустройство людей с инвалидностью, которые имеют рабочую группу. Понятно, что есть целый ряд предприятий сегодня в стране, где они трудятся. Интересно было бы узнать, сколько предприятий, сколько людей у нас с рабочими группами и как работает сегодня система квотирования, которая в разное время обсуждалась. Для предприятия выделяли гарантированные квоты для трудоустройства такой категории граждан. Начнем, наверное, с квотирования, потому что это одна из новшеств закона о правах инвалидов. Впервые там прописан посыл о том, что в нашей стране будет создано квотирование рабочих мест. В настоящее время разрабатывается концепция об этом направлении деятельности, и вся документация будет в законе о занятости. Как будут трудоустроиваться, какой процент инвалидности. Ну, однозначно, что квотирование, это значит, будет предприятием доведена определенная квота рабочих мест, на которую наниматель обязан будет взять определенное количество инвалидов на работу. А льготы налоговые предоставляются? Или это отдельные вопросы? Конечно, это отдельная статья. У нас и сегодня ряд налоговых льгот предусмотрены общественным объединением инвалидов. В частности, это и налог на прибыль, налог на землю, на налог на недвижимость. Ну, ряд, очень много налогов. Освобождение от налогов предоставлено общественным объединением инвалидов. Хочу, кстати, сказать, что у нас пять ведущих объединений, общественных объединений, с которыми мы очень тесно и плотно работаем. С ними у нас заключены соглашения о взаимодействии. Ежегодно мы с ними заключаем планы работ, составляем и вместе с ними двигаемся в определенном направлении. Так вот, основными это общественное объединение инвалидов, общественное объединение товарищества инвалидов по зрению, по слуху, Республиканская ассоциация инвалидов-колясничников и Белобзими, ассоциация помощи инвалидов и детям-инвалидов. Так вот, в составе этих общественных объединений на сегодняшний день функционирует 79 предприятий. Более 4 тысяч инвалидов работают на этих предприятиях. А количество инвалидов по стране, которые, ну, как бы... Имеют рабочие группы. Имеют рабочие группы, да. Сегодня у нас порядка 120 тысяч людей с инвалидностью, которые имеют трудовые рекомендации. Ну, чувствуете, из более чем 500 тысяч человек только 120 имеют рекомендации. Из них, как бы, 60%, примерно 60% инвалидов работают. Ну, почему остальная часть не работает? Ну, у каждого свои, как бы, у каждого человека с инвалидностью свои причины для того, чтобы не работать. Сегодня уже говорилось о том, что государством предпринимаются деятельные шаги для того, чтобы вот эта категория граждан получала новые специальности, если это нужно. Какие специальности приобретаются сегодня за государственностью, для того, чтобы люди могли социализироваться, адаптироваться в новых для себя условиях в случае приобретенной инвалидности? Да. Службы занятости проводят большую работу с людьми с инвалидностью. Есть система переобучения. Как правило, перечислю категории, да, которые пользуются еще раз. Машинист, кочегар-котельный почему-то в первую очередь, парикмахер, оператор ПВМ. Но, надо сказать, оператор ПВМ у нас на базе Белорусского процессного ортопедического центра в структуре функционирует специализированный образовательный центр, в рамках которого ведется переобучение инвалидов. Я думаю, Владимир Анатольевич про него немножко тоже расскажет. Контролер-кассир, продавец, дежурный аттракционов и игрового оборудования, водитель-погрузчика и так далее. Их очень много. Органы по труду и социальной защите ежегодно, начиная с 2019 года, проводят информирование всех людей с инвалидностью о том, какие профессии можно получить, какие условия есть для переобучения. И надо сказать, что люди откликаются, много людей трудоустраиваются. Допустим, вот у меня есть данные, что за 9 месяцев этого года обратилось более 2000 инвалидов и трудоустроено почти 1500 инвалидов при условии вот такого широкого информирования людей. Спасибо. Белорусский протезно-ортопедический центр вы сегодня уникальное предприятие по многим параметрам. Во-первых, потому что вы уже более 100 лет оказываете помощь людей, у которых есть проблемы с передвижением, с опорно-двигательным аппаратом. Во-вторых, потому что вы сегодня выпускаете уникальный для страны комплекс средств реабилитации. Давайте еще раз напомним, какую продукцию сегодня вы выпускаете. Да, действительно, вы правильно подметили. В этом году предприятие отпраздновало уже свой 100-летний юбилей и продолжает плодотворно работать дальше. На сегодняшний день предприятие выпускает большую линейку технических средств социальной реабилитации. Скажем так, из 72, по-моему, которые внесены в постановление Совмина 17-22, мы на сегодняшний день выпускаем 42. 43-е у нас на стадии регистрации противопродержневый матрас. Все остальное, что мы не производим, мы установленным арабками законом, закупаем. Что же это за продукция? Это коляски инвалидные, как обычные, так и с электроприводом. Это костыли, трости, это ортопедическая обувь, это бандажное изделие, это корсеты для детей, в первую очередь для детей. К продукции мы оказываем еще и ряд услуг реабилитационных на базе нашего предприятия. Помимо этого, как сказала Виктория Николаевна, мы ведем переподготовку тех людей, которые ввиду полученной инвалидности не могут выполнять свои трудовые функциональные обязанности по предыдущей специальности. На сегодняшний день мы обучаем таким специальностям, как компьютерная графика, мастер по ремонту обуви, мастер по маникюру, кладовщик, подготавливали вместе с торговыми сетями возможность обучения продавец-кассир. Но пока крупные торговые сети не откликнулись, скажем, к сожалению, не откликнулись. Мы знали, что есть потребность такой специальности. Все эти люди обучаются по направлениям комитетов, оплачивают это все государству из бюджета. Больше всего, можно сказать, стопроцентное рудоустройство получают мастера по ремонту обуви. Стопроцентно люди устраиваются. Интересно, насколько процентом вашей продукции сегодня является импортозамещающей, если можно такую категорию ввести в отношении продукции? Стремимся ли мы к стопроцентному уходу? Да, мы стремимся. Я не могу сказать, что мы к стопроцентной, но мы стремимся к замещению тех дорогостоящих импортных комплектующих, которые сегодня приходится покупать за валюту. Слово, возникали ли проблемы в связи с санкционными всеми рестрикциями, которые введены? Да, к сожалению, такая проблема коснулась и нашего предприятия. Один из наших партнеров, в частности, польская компания, отказала нам в поставке колес для инвалидных колясок, что, конечно, явилось на определенном этапе сложностью. Пока был определен другой поставщик, проведены испытания, и теперь уже предприятие работает, функционирует в штатном режиме. Немецкая компания Отто-Бок, которая поставляет комплектующие для протезов, ортезов, также отказалась от сотрудничества напрямую с Белоруссией. Мы нашли альтернативного поставщика, и сейчас протезы изготовлены с альтернативных комплектующих. Неприятно, но всегда есть выбор, есть выход с положения, и не в ущерб для наших пациентов мы этот выход нашли. Мне хотелось бы подчеркнуть такой момент, чтобы он прозвучал. Мы все так привыкли, что в нашем социальном государстве все делается, в принципе, для гражданина, что многие воспринимают как данность. В вашем протезно-ортепетическом восстановительном центре все изделия бесплатны и финансируются сегодня, закупаются государством, это так? Это так, вы совершенно верно сказали. На сегодняшний день, на 22-й год, бюджет, который выделяется для закупки у нашего предприятия средств технической реабилитации, где-то 40-41 миллион белорусских рублей. Это год, да? Год, на 22-й год. А сколько клиентов у вашего центра? На сегодняшний день, на учете, цифра эта колеблется, плавающая, но вот на сегодняшний день, последние данные у меня на сегодняшний день 86 791 человек, инвалид, который состоит на учете, которому определено по его заболеванию то или иное техническое средство, то ли протез, то ли ортопедическая обувь, то ли коляска, то ли трость, то ли то все вместе, это может быть. Все это оплатить за средства бюджета. Все это оплачивается государством из бюджета. Все 100%. Я знаю, что ставка в вашем центре в последнее время делается на устройство с электроприводом. Это детская коляска для реабилитации ДЦП, ступенька ход, новая разработка, которая прозвучала в Беларуси. Было бы интересно узнать сейчас, как приживаются эти новинки и что в портфеле новых разработок у ваших конженеров. Да, действительно, такая тенденция отмечена. Должен сказать с удовлетворением, что люди очень положительно встречают и ждут такую продукцию. Не далее, как вот на прошлой неделе. Один пациент был у меня на приеме по личным вопросам, увидел в интернете, что у нас как бы анонсирован в будущем выпуск такой продукции, пришел и уже хотел получить коляску ступенька ход для перевозки своей мамы. Мы ему объяснили, что на сегодняшний день изготовлено пять опытных образцов, которые сейчас проходят технические испытания. В Минске или в регионах? В Минске, на головном предприятии. Параллельно проводятся гигиенические испытания. Впоследствии все эти изделия будут переданы в клиники. Такова процедура. На клинические испытания. Если все пойдет по плану, то мы получим установленного образца медицинское заключение, регистрационное удостоверение и сможем предлагать нашим пациентам. Хочу отметить, что все наши изделия 100% это изделия медицинского назначения. Все 100%. Они зарегистрированы в Минздраве своим номером. Только после этого мы вправе их предлагать нашим пациентам. Как вы думаете, как скоро эта ступенька ход уже поступит на службу людям с ограниченными? Немножко истории. На одной из выставок данное изделие было, российское изделие было продемонстрировано нашему министру Ирине Анатольевне Костевич с предложением о закупке такого изделия для Республики Беларусь. Апробация этого изделия прошла на базе нашего предприятия. Стоимость на тот момент была 26-27 тысяч белорусских рублей. Ирина Анатольевна, наш министр, поставила задачу сделать такое дешевле и лучше. Прошло несколько лет. Задачу выполнили. Задачу мы выполнили. Но есть вопросы еще по тем же вопросам, вы сказали, импортозамещения. Сегодня мы работаем в тесном контакте с нашими предприятиями по закупке комплектующих. К сожалению, пока еще не все решено. Но уже сегодня можно сказать, что это будет продукт белорусского производства. Локализация там будет более 50%. Надеемся, но надеемся технические испытания закончатся к концу года. Дальше гигиена и клиника. В следующем году... То есть в 23-й год этот проект может выстрелить? Да. Мы скажем, что это как бы не совсем наша тема, но задача была поставлена, мы ее выполнили. Понятно. А коляски для деток с ДЦП – это такая больная тема для тех, кто в теме. Как они себя показывают и какие у них перспективы? До недавнего времени мы выпускали коляски на базе комплектующих производства Республики Польша. Ввиду вот этих событий нам было отказано в комплектующих. Но мы не растерялись. Разработана линейка своих колясок. Модельный ряд сейчас тоже проходит полностью испытания. Они уже все в металле, скажем так. Можно посмотреть, пощупать, потрогать. Проходят испытания. В ближайшее время мы их, скажем так, широкой публике представим. Это будет хорошее изделие, достаточно легкое, удобное. Трансформер складываться будет. Анонсировали в сетях, как бы мамы их видят уже, ждут эти изделия. Думаю, что в первом квартале следующего года мы их покажем. Спасибо. Отличные новости. Республикационный центр по реабилитации инвалидов. Мила Николаевна, за вами твердо закрепила слава центра, который творит чудеса. Знаю, что до 10 человек, деток выходят из вашего центра своими ногами. Поэтому не могу, да, даже больше вы сейчас расскажете. Не могу не спросить, какие новые методики вы сегодня используете для того, чтобы поставить на ноги и дать дорогу в жизнь вот таким деткам с таким тяжелым диагнозом. Ну, прежде всего я хочу сказать, что Беларусь – это социальное государство. И мы горды тем, что именно в системе Министерства труда и социальной защиты функционирует такой уникальный центр, который построен по программе президента Республики Беларусь еще в 2000 году. И глава государства даже при вступлении на должность президента инаугурации он подтвердил и дальнейшее направление поддержки, что для нас и всегда останется эта забота о человеке, реализация его интересов и потребностей. Наш центр – это комплексная система, которая оказывает помощь и реабилитацию с комплексным подходом, потому что на нашей базе функционирует отделение медицинской реабилитации, который оснащен всеми новейшими оборудованием и имеющие возможности подходить комплексно и индивидуально. На нашем центре реализована уже система оказания помощи со стороны педагогической и психологической поддержки. И, конечно же, это центр, который каждый раз… Это как живой организм, который имеет свои идеи и имеет свои цели в их реализации. Помню, в 2020 году, когда наступил ковид, министр позвонила и, безусловно, интересовались, как будет проходить реабилитация в столь таком сложном периоде. Мы буквально за три дня, она нас поддержала, мы открыли дистанционную реабилитацию для деток-инвалидов. То есть реализация задач, которые стоят перед нами, она реализовывается той командой, которая функционирует. Мы первые, по-моему, в стране, которая… Анастасия Николаевна, которая нас тоже поддержала, это наш непосредственный куратор, человек, который всегда подставит плечо. Мы реализовали именно такую комплексную индивидуальную реабилитацию деткам с аутичным синдромом, этим деткам, которые в комплексе. Мы пошли шире принимать детей, не только деток с ДЦП, а детям, которые имеют определенную сопутствующую патологию. Для этого при поддержке правительства мы ввели должность врача-психотерапевта, который будет курировать, будет вести наблюдения и, скажем так, поддерживать детей, которые находятся в сложной ситуации, в том числе и мамы, которые, семьи, которые имеют такого ребенка с особенностью. То есть для нас это единая цель реализации социально ориентированного государства. Это комплекс на базе нашего центра. Благодаря Комитетам по труду соцзащиты мы имеем такую поддержку всех областных объединений. Мы обновляем нашу базу, обновляем базу, нуждающуюся в реабилитации. Вся реабилитация в центре – это сроки реабилитации 4-6 недель, и она бесплатна. Стоимость реабилитации для наших детей – 2,5 до 5 тысяч и выше. Но мы горды теми результатами, которые делают наши дети. Благодаря вот такой комплексной поддержке и комплексному такому подходу центр ставит одну цель на курс реабилитации. И эта цель передается с 3 лет до 18 в зависимости от необходимости и потребностей. И когда есть целостность команды, когда работают дефектологи с логомассажем вместе с рефлексотерапевтами по иглорефлексотерапии или по лазеропунктуре, когда работает, выстраивается система реабилитации врачей-неврологи и инструктора ЛФК, и когда это совместно воспитатели как бы подытоживают вот это, потому что они наблюдают за этими детьми еще в вечернее время. То есть когда ребенка идет в сопровождении на весь период реабилитации, тогда и есть результаты. И, конечно же, мы самые большие такие радости испытываем, когда нам присылают ролики наши выпускники, потому что уже в течение трех лет мы каждого ребенка, своего выпускника, мы проводим тестирование на навыки профессии. У нас в этом году из 19 выпускников 10 поступило в высшее учебное заведение детей. То есть те навыки профессии, которые они могут себя реализовать, и кажется для нас совершенно неожиданным, потому что есть диагноз ДСП, а как он может работать поваром? Да вот может он работать поваром, и это мы получили поддержку для того, чтобы проходить тестирование и работать поваром. Мы каждый год, благодаря нашим коллегам протезного, наших специалистов, мы совместно выстраиваем и обсуждаем, ведем встречи, беседы, и встречи с нашими родителями, приезжают специалисты, инженера от них, приезжают к нам. Мы совместно решаем вопросы, которые нужно улучшить, потому что ведь в наш центр приезжают детки со всей страны. Это дети, которые имеющие возможность получить комплексную реабилитацию, а второе, они получают рекомендацию, что делать дальше. Много деток проходит за год через ваш центр? В последние годы где-то около 1200-1000 было меньше, потому что был ковид, было около 1000, но тем не менее 4 формы пребывания – это дневной стационар, стационар, стационар сопровождения, без, поэтому есть гибкие подходы к каждому индивидуальному ребенку, поэтому для каждой семьи, которая окунулась и которая столкнулась с такой вот проблемой, у нас есть еще юристы и консультативная помощь, если есть такая необходимость. И любое законодательство, которое меняется, в принципе, сразу информируется наших людей. Мы не стали в стороне даже по обсуждению закона Конституции, и мы очень рады, что именно права инвалидов наших деток уже узаконены в нашем основном законе. Мы не стали в стороне обсуждения даже с нашими родителями, с нашими старшими подростками о внесении законодательства Всебелорусского народного собрания. Понимаете, вот центр – это такая вот система, это такой, как я говорю, ребенок, который достигает, делает первые шаги, и мы его выпускаем в жизнь. То есть это для нас, каждый ребенок, это для меня, как я говорю, как для мамы, и мы очень рады, что именно Министерство труда и социальной защиты мы имеем возможность реализации наших подходов. То есть в учреждения здравоохранения не придут собаки, но и не придут тактильный зоопарк. Каждый выполняет свою задачу. У нас приходят и паралимпийцы, у нашей девочки, которые приходят, представители паралимпийского комитета и видят наших талантливых детей, забирают себе в команду. И у нас есть Маша, Катя Мешко, которая является членом паралимпийской команды. То есть реализация целей и поддержка государства – это дает такой вот продукт, единственный, по-моему, даже в постсоветском пространстве. Потому что наша цель – это поставить человека с инвалидностью ребенка на ноги и его социализировать, чтобы он был равный. К сожалению, другая система зарубежная – это система создать условия инвалида, в которой он пребывает. Поэтому в комплексе, я думаю, что мы все новое пытаемся сейчас. Томатист терапия, форнбрейн, методики тейпирования мы ввели. И поэтому, скажем так, учим, обучаем пользоваться всеми ложкой, средствами, скажем так, обихода. Мы создаем сейчас даже так макеты, скажем так, даже как кухню обустроить у себя, допустим, для ребенка-инвалида. Мы учим детей и на коляске ездить. Поэтому и то, что как-то центр решает еще научить ребенка учиться. Научить ребенка и социализация – это основная, скажем, основная наша цель. И самое трогательное – это когда ребенок, когда мы принимаем, сначала он приезжает в колясочке, потом он приезжает с тростью, а потом они все, когда приезжают, бегут. Я хожу один, я хожу один, смотри, я сам иду. Вот это самое дорого. Много у вас таких историй случается за этот центр? Много. Я думаю, что у нас более 90% эффективности в реабилитации, потому что ведь не только основная цель – встать с коляски, а основная цель – дать им возможность и уверенность улучшить свое состояние или приобрести какой-то навык. Они же это видят. Это только наша система Метруда, выстроена такую систему в центре. С трех лет до восемнадцати. Какая это мотивация? Они с трех лет, они видят, что в восемнадцать лет уже они не в коляске. И каждый раз они приезжают, между собой общаются. Но и семьи, у нас уже есть молодые семьи, которые они уже… Я уже бабушка, Ирина Анатольевна, тоже бабушка, передадите. У нас есть уже детки наши, поэтому у нас есть наши таланты. Наши выпускники выступают и в художественных коллективах. Наши дети играют с президентским оркестром, потому что люди к нам приезжают, и они играют совместно на сцене, на одной сцене. Ведь в какой стране мира есть еще такие возможности для человека с особенностью? Ни в какой стране такого мира нет, потому что мы это делаем с любовью. И нас поддерживают любым нашим начинанием. Мы команда, которая реализовывает цели и задачи нашего государства. Спасибо. Вот-вот начнется акция «Наши дети». Вы так тепло о них рассказываете. Вы, как председатель Белорусского детского фонда, я знаю, очень глубоко погружены в тему. При откройте такую завесу. Что будет интересно в этом году в рамках акции «Наши дети» в Минске, в регионах? Как она будет проходить? Красиво. Бесспорно. Людмила Николаевна, я свидетель, знаю, что умеете делать все прекрасно. Да, Белорусский детский фонд, он традиционно в течение, я говорю, 35 лет, мы еще 35 лет назад детский фонд первые ходили как бы в больнице, помогали деткам, которые находятся в больнице. И, конечно, благодаря поддержке нашего президента акция «Наши дети», она шагает по стране. Последнее время с вице-премьером она делается достаточно, все очень торжественно, делается старт. В этом году, со слов Игоря Викторовича, у нас она стартует 15 декабря по 15 января. И основной будет посыл в этом году, это помощь больным детям, помощь деткам с аутичным синдромом, детям с аутизмом, ну и, конечно же, больным детям. Все наши областные регионы, областные представительства, они уже тесно включились именно в подготовку к этой акции, потому что для нас эти наши мероприятия, наши дети, акции именно наши дети, это то, чтобы каждый ребенок, который нуждается в заботе и теплоте, ощутил, что к нему приходит Дед Мороз. Именно мы сами возвращаемся в детство, потому что что такое дарить, это, наверное, даже больше радостнее, чем получать подарки. А вот вы представляете, вот в рамках акции «Наши дети» по всей стране, каждому ребенку, который болеет, который, возможно, может быть, где-то как-то немножечко, не столько получил любви, к нему приходит Дед Мороз, и сбываются его мечты. Поэтому во всех регионах проводятся акции, во всех мероприятиях с поддержкой наших волонтеров, с поддержкой Министерства образования, всех вузов, все студенты, вся наша многочисленная команда, более 20 тысяч членов Белорусского детского фонда, они, мы идем к детям. И клоуны, новогоднее представление, раздача подарков, я думаю, что месяц мы сладкого кушать не будем после Нового года. Но и тем не менее, еще в этой акции, в рамках, я призываю всех людей, помогать ведь очень просто. Просто стать рядышком и просто не откладывать на потом, делать добрые дела. Ведь когда вы что-то хорошее сделаете, когда вы, поверьте, что перечисляя определенные ваши возможные суммы, поддержку Белорусского детского фонда, каждая копеечка дойдет до его назначателя, и это будет радостно, потому что осуществить свою мечту и желание, загаданное перед Дедом Морозом, наверное, это дорогого стоит. И мы очень надеемся, что нас страна услышит, и мы вместе сделаем этот новогодний день для наших детей более радостными, более счастливыми. И мы не отменяем эти акции, поэтому, ну и красочными, потому что дети должны и праздники принимать в детстве, а не дети. Спасибо. Мы благодарим вас за то, что вы нашли сегодня время быть с нами. Это был проект «Страна говорит». Сегодня мы обсуждали эту помощь, которую государство оказывает людям с ограниченными возможностями. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok